Глава 4. Интервью Тамары Савченко Для большего понимания вышесказанного, что мир был един, приобщаем к израильскому скандалу интервью хорошего исследователя Тамары Савченко. Итак, здравствуйте, Тамара! К вам первый вопрос. Кто первый объявил Русь отсталой? Ведь глаза наши видят совершенно иную картину. Но это сегодня, чего не скажешь о других поколениях. Как же это можно было насадить в умы всея планеты? Русская земля полна античных архитектурных шедевров. Повсюду белокаменные и краснокирпичные разрушенные храмы, мельницы, башни, мосты и акведуки. В безлюдной глуши открываются исследователям вдруг живописные руины или подземелья идеальной формы. Античное прошлое нашей Руси богато, как бы не замалчивали его. Но предметом новостей на центральных каналах случаются лишь пнида-деревяшки, словно Русь не могла быть иной, кроме как деревянной. Хорошо, тогда получается кому-то выгодно показывать Русь отсталой и низкотехнологичной, плетущейся позади всех. Сегодня каждому школьнику известно, кто писал нам историю, такие персоны, как Шлёцер и Байер. Но при этом они опирались на древних авторов. А мы попробуем повернуть оружие врага против него же. Например, что написал нам о нас Прокопий Кисарийский, византийский писатель. Это сочинение о войне с готами, в котором описаны войны Византийской империи с народами, наступавшими с севера, в том числе со славянами и антами. Сразу бросается в глаза. Историю славян пишет именно противник славян в войне. Тот, который, образно выражаясь, славян наблюдал из-за бруствера через прицел. Итак, цитата. Прокопий Кисарийский о славянах и антах. Эти племена славяне и анты не управляются одним человеком, но живут издревле в народоправстве. Поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается общим делом. Равным образом и во всем остальном, можно сказать, у обоих этих вышеназванных варварских племен, вся жизнь и узаконение одинаковы. Они считают, что один только бог, творец молнии, является владыкой над всем, и ему приносят в жертву пыков, совершая другие священные обряды. Судьбы они не знают вообще и не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу. Но вот, когда им грозит смерть, охваченная или болезнью, или на войне, попавшим в опасное положение, то они дают обещание. Если спасутся, то чаще принести богу жертву за свою душу. И, избегнув смерти, они приносят в жертву то, что обещали. И думают, что спасение ими жизни куплено ценой этой жертвы. Как это близко всем нам. Каждый говорил, вот если сдам экзамен, брошу курить. Ну, вернемся к цитате. Они почитают рейки, нимф, всяких других демонов, приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят гадания. Живут они в жалких хижинах на большом расстоянии друг от друга. И все они по большей части меняют места жительства. Вступая в битву, большинство из них идет на врагов со щитами и дротиками в руках. Панцири же они никогда не надевают. Один и тот же язык, довольно варварский. И по внешнему виду они не отличаются друг от друга. Они очень высокого роста и огромной силы. Образ жизни у них грубый, безо всяких удобств. Вечно они покрыты грязью, но по существу неплохие люди и совсем не злобные. И некогда даже имя у славян и антов было одно и то же. Далее, с земли им приходится занимать много. Считаю достаточным сказанное об этом народе. Ну что ж, вполне конкретный военный доклад. Этот недружелюбный к славянам текст входил даже в харистоматию по истории СССР, если я не ошибаюсь. Все верно. А все же в тексте есть важная информация. Во-первых, народоправство. Они выбирали правителей из народа. А это, в отличие от кастово-династической системы, подразумевает высокую социальную ответственность. Они описаны как непобедимые духом, ведущие непритязательный простой образ жизни, но и свои жалкие жилища им приходится отстаивать с оружием в руках, без панцирей, в одних, можно сказать, штанах. Кто же их тревожил? Те, кто хотел потеснить их с их обширных земель. О каком времени идет речь? Ведь по новой хронологии рождение Иисуса состоялось в XII веке. Прокопий Кесарийский жил в 300-е годы по Рождеству Христову, пишут христианские жития святых. Значит, это где-то 1480-е годы, XV век. А это период конца эры. В 1492-7000 году, по другому летосчислению, наступили времена апокалипсиса. Это катаклизмы, кометы, катастрофы, потопы, о которых вы так подробно пишете. В результате происходит смена формации, когда мир-порядок единый, сменился властью Рима. Привязывая даты к Рождеству Христову, мы видим, что здесь и захвачено греко-римлянами Троя, Иерусалим, Газа, а идут они из Византии, столицы, первой принявшей греко-римскую веру. В результате северных войн разрушается и новгородское княжество. Крестовый поход на север продолжается. Вот о каких временах, пишет Прокопий. И славяне-анты, внимание, вполне могли быть теми несносными беженцами, бездомными жителями сгоревших городов, вынужденными ютиться в избушках-времянках. И защищать, к тому же, это жилище с оружием в руках. Прокопий упоминает об антах, какое отношение к античности они имеют. Да самая непосредственная, допотопная античность и создана антами и славянами. Античные города и архитектура, акведуки и мельницы, крепости и подземные тоннели. Полное название гига-анты, анты-великаны, и они владели. Полное название гига-анты, анты-великаны, и они владели сверхтехнологиями, высокими на уровне техномагии, на основе торсионных полей и эфирных потоков. С помощью этих технологий они создали сеть городов, колов, где правитель звался колонн. Это и есть настоящая колониальная система, союз суверенных царств. Вот на Руси было понятие столбовые дворяне, но ведь колонны мы и называли столбами. Какие греки? Здесь вся этимология русская, вплоть до допотопного кола Кольского полуострова. А кол – наше название северной полярной звезды, ориентация север. Какое отношение имеет юная Греция, созданная лишь в XIX веке, к мировой системе городов-колоннов с античной архитектурой. Как же появился термин «греческие колонии»? Излюбленным способом объединения двух понятий и замещения одного другим. Обобщим, о чем рассказывают мифы древней Эллады. В некой стране Эллади живут-поживают философы и поэты-эллины. Некто-греки со своей стороны называли их даже бессмертными, не понимая до конца их рассказов о реинкарнации души. Раз душа бессмертна, думали греки, а бессмертная душа – это основа славянского мировоззрения. Значит, и Эллин бессмертный, а следовательно, он – бог, решают греки. Именно потому Эллин – сын бога Элогима. Затем происходит нечто, и вот и же греко-римляне вытесняют эллинов из их городов. Этрусков из Рима, эллинов из Трои, куда идти уцелевшим? Да в те же избушки-времянки, о которых писал Прокопий Кесарийский. Минутку, но там ведь уже славяне и анты. Но оказывается, что большинство героев, мифов Эллады и были славянами. Любомудр, здравомысл, Гераклит, родом от Геракла, вот русские имена эллинских философов у Тадеуша Воланского. Этот материал у меня вошел в фильм «Русские имена греческих богов». Далее Егор Классен пишет, «Русов называли скифами, славянами и троянами». И позже он же упоминает, «Троянец Эней был не только славянин, но именно рус». Также Классен утверждает, что просвещение древних русов старше и выше греческого. Но в истории писано «Грека Эллины». А сегодня подмена имен завершается, эллинов убрали, и последний аккорд, который происходит на наших глазах, мифы древней Эллады стали называть мифами Греции. А народ Эллады выдают за мифеический, вымышленный период. Но Эллины были, и были они славяне. Но повсюду присутствуют греческие надписи, как вы это поясните? То-то и оно, что присутствует. По каким признакам наш глаз определяет греческий текст? Когда все будто бы на кириллице, но встречается буква Омега. Так вот, как раз Омегу и удалили из нашей буквицы, и из нашего сознания. Только звалась она От и означало Отец. На мою просьбу когда-то прочитать греческие надписи на мозаиках, знакомые греки уверенно узнавали отдельные слова, из них делая вывод, это, мол, старая молитва. На кувукле в Иерусалиме надписи просила греческого священника «Переведи» один ответ из Библии старогреческий. Но полный текст никто не мог осознать и довести до меня. Это удивило меня, ведь если это старогреческий, они должны понимать общий смысл. Мы-то свои летописи понимаем практически сразу. Тогда я решила читать по-русски. После двух лет кропотливого труда у меня сложилась озвучка букв, и стали открываться слова и события целыми пластами. Так подпись «Ираклий» под картиной «Богатыря» звучит сегодня «Геракл». А, возможно, в Элладе «Гэкали», как на Кубани, и промежуточное слово было «Гераклий», записанное как твердое «Г», стал Гераклом. Тогда-то и было расшифровано имя с другой мозаики, имя «Эгене», которому посвящалось множество медальонов. «Эхене» или «Эней», где мягкое «Гэ» просто выпало. Обрушился пласт слов «Эгейское море» «Энейское». «Ахейцы» могли быть «Энейцы» дружина «Энея». «Евгений» потому и благородный, что от «Энея» родом. «Евгеника» или «Генетика» тоже от «Руса Энея». И тут пришло понимание. Само имя Эйлин, Хейлин и Гал дождественны. Кидаюсь к описанию Галлов в «Римских войнах». Один в один описание антов и славян, приведенное выше. Не держат в бою никакого строя, по-нашему идут лавой, перед дракой снимают рубаху, бьются до первой крови, а страшнее Галла только его жена, если ее разозлить. Вышел фильм «Галлы-славяне», там смотрите подробнее. Прекрасная Галатея, Эйлинка-славянка, гигант Голиаф, это Ант, Гига-Ант и далее по списку. Но последней каплей, разрушившей сомнения, стало то, что в христианской литературе, а именно в житиях Порфирия Газского, узнаю, что Эней был последним эйлинским епископом города Газа. Эйлин язычники, терминология Порфирия, крестоносца, ведающие в науках, понимаем мы. Ушли Энейцы через подземный ход к морю, унеся золото, докладывает Византию Порфирий. Забрали приборы навигации, лоции и оборудование, понимаем мы. Кстати, Галатия древний район Цареграда. Галатия, Галатия, слышите? Эллада, это часть Эллады. Вообще, галицизмами, как и именами на Аль-Эль, что оказалось дождественным, наполнены суша и море планеты. Удивившись, что в Эврите Галут это вся земля, кроме израильской, я отложила это в копил. И присылает мне подписчик гравюры, посмотрите, фильм «У нас все было», где на земном шаре черным по-белому писано имя планеты как Галлия, то есть Галлия Эллада это имя планеты. А ведь правда, нас же учили, имя планеты Гея, земля лишь вид почвы, поверхности планеты. Гея вероятно сокращение от Галея, Галлия. Тогда Галлы, Эллины, анты, славяне это и есть земляне. Вот такие расшифровки. Ты говоришь про название планеты Гея. У меня был замысел фильмы планеты гейзеров изначально назвать планеты Гея, то есть гейзеры и гея мне кажутся родственными словами. Гейзеры, дающие жизнь экосистему. Не только воду выкачивают для озер и рек из недр земли, но еще и создают термальные источники, как по мне идеальные условия для каменно-кристаллической жизни, то есть кремниевой. Кремний способствует долголетию. Да, масштаб просто космический, особенно вспомнив про комету Галлея. А как появилось название Византия вместо Царьграда? Присмотритесь, как писано. На самом деле пишут Безантия. Просто как отражение текущей задачи очистить от антов. Безантия как свободно от антов. В доказательство осталось еще побережье Анатолия, Анталия, земля антов. Но антов убрали, доложили чисто Безантия. Ну все же знают греческий стиль, колонны, портики в греческом зале. Есть подробное описание в христианской литературе «Житие Порфирия Газского, о том, что в городе сожжено семь каменных храмов, в частности Марнион. Храм Мары или, возможно, здание палаты мер и весов, оно было с огромной медной дверью. храмов, затем священными мраморными плитами выложили площадь, чтобы попираемы были животными и женщинами, что вызвало, я продолжаю цитату, уныние среди эллинов, которые никогда не ступали на эти плиты. И внимание, через год из Византии привезли мраморные колонны и установили их. По приказу из Византии перестроили кругловидное здание храма в крестообразную форму. Вот так создавался греческий стиль, есть об этом свидетельство. Достраивались пределы к храмам и приставлялись колонны. Как сегодня вешают бирки раскрученного бренда на дешевый товар, только там с точностью наоборот. Иногда и ставить не надо, проще разбросать живописно и греческая якобы руина готова. А наш замыленный глаз другого уже не видит и не предполагает. Скифы это славяне. Упоминали ли вы выше? Спасибо за вопрос. Скифы при Черноморье этот штамп забудьте. Понятия гораздо шире. Город Скифополис в Галилее Израильской в фильме «Водоснабжение галлов» посмотрите. Там сплошные русские надписи и медальоны. Убедитесь сами. Весь материал у меня на канале. Рассмотрите темологию слова «Скифы», «Саки». Помог язык «Парси», который лежит в основе еврита. «Скифы». Так вот, слово «Сакин» означает сабля, шашка, нож. Острый и вообще опасный, опасность сакана. Но с чего бы так боялись славян? Ответ в русском корне. Саки секущие, шашка, сечь. Помните, и бысть сечи великой. Вот кто скифы славяне. Это воины, сечевики. Воинские подразделения Орды едины. И они были по всему миру. Воинская часть это ханство. Астраханское, к примеру, Астрахань. Генерал Хан Ган. Баты, Батяня. Почему Баты? Тоже все несложно. Битый страдает, а Баты бьет. Почему Баты? Все просто. Битый страдает, Баты пьет. Говорим же в просторечии Датой. А когда некто приказал разрушить города ханаанские, то это значит уничтожить ханство города повсеместно, по всей планете. Это была война глобальная, а не региональная, как сегодня нам представляют. Это и было добивание после потопа Орды. От Африки до Голландии. Трое всего лишь собирательный образ. Но если все же говорить о скифах при Черноморье, то это была великая скифия, столица скифий. И возможно, что именно командный состав пополнялся отсюда. известен широко исторический факт. Сам правитель порты султан Сулейман Великолепный не считал зазорным придержать три имена лошади крымского хана, поскольку тот вел род от великого могола. А на мозаиках скифополиса я читаю Мегало прикомк архонтас. Мегало это мегагал и есть великий могол. А значит скиф славянин рус. Таким образом, предок скифа, живущего в скифополисе, это великий могол гигант ант. Вот вы говорите славянин, но нас же пытаются заверить, что слово-то якобы новоотдельное, или вы так не считаете? Славянин образовано как калька. Гал от глагол, славянин от слова. Как видите, слово-новое до понятия старое. Вообще, если выбрасывать слова-двойники, значит, нужно договориться, каким исходным словом его заменить. Меня лично славянин устраивает, оно объединяет наш славянский мир, и выбрасывать его ни в коем случае нежелательно. Иначе вместе с водой выплеснем и ребенка. Например, изначальное слово-гал, пришедшее к нам из прошлого, мы употребляем сегодня в совсем ином смысле и контексте, да еще и отсылаем его назад в прошлое, в этом новом уже значении. Так происходят искажения. Согласен с тобой, тем более есть же такие понятия, как Югославия, Славия, Словения, Словакия и так далее. Заставляя нас отказываться от этих слов, нам прививают забыть свою единость, то есть предать свой же народ, оказавшийся за чертой вымышленных границ. И, кстати, Тамара, а что было на земле Израиля, по твоему мнению? После катаклизма и распада старого миропорядка, Скифия Руси сохраняла целостность, назвавшись Порто Великолепной. Это официальное название страны с 1299 года до самого 1922. В 15 веке они отбили Византию у греков, назвав город Стангона или Станбул. Это сегодня называют победой турков. От Африки до Азова порта охватывала моря. Черное, Средиземное, Красное, Индийский океан, Азовское море Асов, проливы и каналы. Я отвечала за мореходство, навигационную школу, а в допотопное время, по-видимому, обеспечивало еще и энергообмен между крепостями звездами. Энергия вращения кола создает торсионные поля, которыми владели античные техномаги. Вероятно, имя крепостной башни Туры легло в название преемницы порты Турции. Как порта переименовалась в Турцию? Порта, надо отметить, далеко не всегда была под управлением династии Османов. Здесь была веротерпимость, свойственная Тартарии всегда. Поэтому соседствовали мирно и собор Святой Софии, и множество дохристианских соборов с мечетями. Об этом новый фильм «Русские арабы». посмотрите. Куда пропал народ скифов? А скифы-воины, лучшие в мире наездники, всегда составляли основу всех армий, воинских подразделений, вплоть до Первой мировой войны, от Крыма до Палестины и Белой Галии. Да, они забыли свое имя, но я их вижу и сегодня в облупленных севастопольских мальчишках, сосредоточенно сидящих с краболовками на пирсе, в строю псковских десантников, скифы, потомки скифов. Это основа всех морских экипажей по всеми флагами мира сегодня. Это огромный народ, объединенный духом товарищества и взаимовыручки. Что бы ни творилось вокруг, ну куда же они денутся, ну что вы ей богу. Субтитры создавал DimaTorzok